Всем привет, меня зовут Саша и вы снова смотрите Парфчарт, то самое место, где мы с вами немножко по MTV-шному, но только в парфюмерном формате обсуждаем ароматы, которые я очень люблю и подбираю на определенные тематики, собираю их в такие топ-пятерки. И сегодня у нас с вами будет тема, посвященная путешествиям. Я обожаю путешествовать в это время, в прошлом году. Я с мужем разъезжала по Франции, ездила в Бретонь, в Нормандию, мы посещали разные фермы сидров, винодельни, эх, а потом поехали в Париж. Ну, в общем, я очень скучаю по путешествиям. Конечно, в Грузии мы тоже очень много сейчас путешествуем. Муж, например, уехал делать наше вино в Эмирете, а я пока в Тбилиси снимаю для вас видео. Ну, тоже, согласитесь, довольно неплохо. Так вот, к чему это я вообще в целом? Сегодня мой топ-чарт будет связан с путешествиями вот с какой стороны. Дело в том, что я решила вам рассказать о моих впечатлениях от марки Zara во взаимодействии с парфюмером британским Joe Malone. И да-да-да, вы уже догадались, это та самая коллекция 2021 года, которая называлась Vibrant Cities или Яркие города. Ну что, если вы готовы совершить со мной парфюмерное путешествие с помощью марки Zara, то тогда вперед и поехали! Открывает пятерку ароматов Zara и Joe Malone Vibrant Cities аромат из города Мадрид, и называется он Gracefully Madrid. Да, у меня вот такие вот очень, кстати, симпатичные пробнички, тестеры. Спасибо еще раз Ольге, которая передала мне просто вот такую вот охапищу, я ее всю разносила и посмотрела, что мне нравится больше всего. Так чем же запомнился мне вот этот вот самый Gracefully Madrid? Это такой, знаете, праздник цитрусов, это пикник на лужайке с друзьями, и у вас в бокалах может быть алкогольное, а может быть безалкогольное, и какие-то цитрусовые коктейли или шипучки с пузырьками. Очень такой танцующий, очень в движении аромат. Он звучит, знаете, очень легко, современно, непринужденно и по-джо-малоуновски цитрусово-колониво. То есть это прям действительно колонь. Здесь входят всего три ноты в пирамиде, которые описаны, и в принципе они же и чувствуются. Это апельсин, который отвечает как раз за гисперидную вот эту вот летящую цитрусовую легкость. В базе здесь какой-то белый мускус, да, мускусность чувствуется. И в сердце цветочная герань, которая дает слегка такой розный либо нежный-нежный лепестковый цветочный аккорд здесь. Очень приятный, но при этом, знаете, легкий, никому не навредящий колонь. В принципе, так, чтобы он был уникальным или выделялся так, что это будет ваше парфюмерное я, ну, вряд ли. А вот куда-то выбежать, нанести его на себя, выпорхать из дома и вот не знаю, что надеть, надену этот прекрасный Grace Valley Madrid, да, почему бы и нет. Подойдет очень многим, это и casual аромат на каждый день, да, и на работу очень подойдет, и в принципе под настроение в любое время года. А мы с вами едем дальше. На четвертом месте нашего парфчарта, посвященного ароматам коллаборации Zara и Jo Malone Vibrant Cities, занимает место, значит, Boldly Seoul или Яркий Seoul. Вы знаете, несмотря на такое название про яркость, да, кажется, что что-то сейчас будет тут такое кричащее, ничего такого не наблюдаю. Аромат очень, знаете, такой, для меня он спокойный и матовый. Для меня он очень пудровый и пахнет желтой пыльцой мимозы, но как будто бы слегка с приглушенным звуком или с приглушенным цветом, когда вы фильтр добавляете, чтобы успокоить яркую красочную картинку. И сюда еще такое спокойствие добавляет такая застенчивая, слегка выцвевшая, как будто бы фиалка. Здесь снова три ноты, я практически все вам уже их перечислила. Это фиалка, мимоза и мускус. Вот вы знаете, мимоза здесь как вот во фрагонар. Если помните, я вам показывала несколько раз в моих видео, фрагонар, обычная такая недорогая, бюджетная у них линейка цветочная. И вот там у меня есть какой-то солифлор, прямо практически, да, который пахнет мимозой, очень яркой, прованской. Вот здесь примерно такой же экстракт мимозы использован. В общем, мимоза фиалка мускус и получается boldly seoul. Еще к каждому аромату у них такая небольшая цитата или фраза, характеризующий аромат. И у этого аромата, цитата звучит так, discovering its unique beauty или открывая его уникальную красоту. Ну, может быть. Я в Сеуле никогда не была. Не знаю, насколько там пахнет фиалками и мимозой. Рассказывайте, делитесь впечатлениями, кто был. Я в Сеул себе не так представляю, но аромат мне очень нравится. Я обожаю носить мимозы весной и с удовольствием бы его разносила именно в это время. А мы с вами движемся дальше. На третьем месте парфчарта, посвященного ароматам Zara и Jo Malone линейки городов, у нас с вами красуется город Токио, а точнее элегантный Токио, как рассказано нам тут на тестере. Ой, вы знаете, этот аромат мне сразу запал в душу. Ну, во-первых, он действительно отражает цветущие сакуры весной в Токио. Мне кажется, я опять же там не была, но вот эти все аниме, где летят лепестки розовых вишен. Вот это вот представление о тонком японском фарфоре, о таких красивых девушек с прозрачной кожей. Вся вот эта эстетика искусства японского, да, живописи. Все такое полупрозрачное. Очень-очень нежное, утонченное, хрупкое. Вот вся эта хрупкость и какая-то такая вот родниковость, что ли, акварельность вообще японского искусства для меня есть в этом аромате. Слоган этого элегантного Токио звучит как A Celebration of Destiny или Празднование Судьбы. Ну, может быть, кому-то предвещали увидеть шикарную лилию. Да, аромат, сразу же скажу, что звучит как такой породистый бело-цветочный аромат с солирующей белой лилией. Она здесь такая слегка зернистая, что ли, ненапористая, и от нее не болит голова. Но при этом лилию очень хорошо слышно, и она слегка морская, солоноватая, либо разбавленная холодной такой вот водой ключевой, как в аромате Лис Медитеране от Маля. Если вы пробовали Фредерик Маль средиземноморскую лилию, то вы понимаете примерно тогда сравнение, которое и параллели я привожу. Еще его сравнивают тоже с линейкой Emotions Zara и Joe Malone. Аромат называется Tea Dress and Water Lily или Water Lily and Tea Dress наоборот. В общем, про водную лилию и что-то про чай. Ну, знаете, у меня есть этот аромат в полноценной версии, такая большая бутылка. Я вот их сравниваю, да, что-то есть, но нет, на средиземноморскую лилию Маля больше похоже. Поэтому, если вам нравится тот аромат, вот вы знаете, где взять дьюб, который будет стоить в 10 раз дешевле. И это не копия, это просто в ту же тематику аромат про красивую белую лилию, разбавленную холодной водой. Так, на третьем месте элегантный Токио, а мы с вами продвигаемся уже ко второму. Да, второе место занимает аромат, посвященный Лондону, и называется он Fashionably London или модный Лондон. И фраза, которая характеризует аромат по мнению создателей, звучит так. Его душевное сердцебиение всегда играет свою собственную песню. В общем, накрутили, навертели. Не знаю, давайте лучше слушать аромат, его я уже могу нанести себе вот куда-нибудь на пальчик, потому что осталось не так много ароматов, да, чтобы жалеть пальчики. Тем более мне этот аромат, правда, очень-очень нравится. Ну, что тут у нас налили? Вот с первого же такого носа, нюха, я могу сказать, что звучит и похоже очень много на что. Это прям такое популярное розно-почуливое направление, мускусное. Но почули никаких здесь нет, здесь заявлен бергамот, роза и мускус. Много на что похоже. Я прям слышу, ну, такой единый скелет с Роузы с маск от Монталь. Нет, это не копия его, но что-то есть как что-то. Мускус и роза, конечно же, то еще. Потом многие его сравнивают с Делиной, которая эксклюзив. Ну, да, похоже, но не так, чтобы прям тоже копия. И еще Роуз Магнетик от Essential Profums. У меня он был в качестве такого тоже тестера. Да, вот на него больше похож. Вообще, на самом деле, я здесь чувствую как будто бы почули, и это тогда такая классика всех классик. Но почули здесь не входит в состав. Это, наверное, бергамот с мускусом и в серединке роза дают вот это вот обманное ощущение. Вы знаете, звучит очень носибельно, очень достойно, не угловато, не как-то там излишне шершаво или кричаще. Как и все ароматы, которые делает Джо Малон, это не будет вас душить. И тем более не будет ваш шлейф на 35 километров душить всех остальных. Нет, в нем очень комфортно находиться. И снова он подойдет на любой случай. Но, наверное, здесь для тех, кто скромной натурой является, он больше подойдет на вечер, на театр. И, в принципе, своему названию модный Лондон аромат довольно-таки соответствует, потому что сюда входит, и он вообще с собой отображает такое супермодное роза-мускусное направление. Второе место очень прекрасно Fashionably London, а мы с вами приближаемся к победителю. Первое место. Победитель у нас с вами отправляется куда, в какой город? Да, в креативный Шанхай отправляется. В общем, едем в Китай, потому что Creatively Shanghai у нас находится на первом месте. Не у нас, а у меня в парфчарте. А все почему? Потому что это наизамечательнейший цитрус, который бодрит, поднимает настроение до вот такой вот планки. Становится она вот такого солнечного цвета, как моя блуза или мой беретик. И у вас все хорошо сразу в жизни, как только вы на себя его наносите. Это, несомненно, гесперид, но радует он своей изюминкой. Это такой горьковатый цитрус. При этом странно, откуда горечь, потому что в аромате снова всего заявлено три ноты. Это мандарин, кардамон и кедр. Наверное, кедр придает вот этой вот горчинке в сочетании с этими элементами, со всеми. Кардамон дает вот эту вот, знаете, пряность очень приятную. А мандарин здесь звучит больше как танжерин. Вот он иногда в горчинку уходит. И частично как помело. В общем, вы знаете, аромат при этом не дает ощущение флешбеке нового года. Мандарины часто такое ощущение дарят. Нет, он как раз очень такой бодрящий. Он не зимний, а он скорее просто солнечный. В целом это такой яркий пряный мандарин в кардамоновой пудре и на кедровой подставке. Он, знаете, дарит такое незабываемое ощущение, как будто бы вы в детстве раскачались на таких высоких качелях. Амплитуда у вас высокая. И каждый раз вот этот вот подъем вверх, он дарит такие эмоции незабываемые. Он дарит ощущение эйфории. И вот постоянные прикладывания к носу этого аромата дарят мне абсолютно такое же детское радостное ощущение счастья. На фрагрантике пишут, что он напоминает Джо Малоншный же Оранж Биттер. Да, я подтверждаю, есть сходство именно вот в этой вот горечи мандариновой. Но при этом мне самой еще напоминает слегка аромат от Л'Артезан Парфюмер, который называется Мандарина Корсика. Хотя там есть нота карамели с мандарином. Здесь карамели нет, но все равно вот это пряное ощущение, который тот аромат мне дарит, тоже. Еще мандарина базилика, который в новой формулировке вышел у Герлен, тоже вот Аквалигория коллекция. Немножко в эту сторону, но это скорее просто из-за того, что нота мандарина и там, и там, и там лидирующая. В общем, вы поняли, отправляемся мы в креативный Шанхай, так как он у нас находится на первом месте Парфчарта. Изначально в коллекции Джо Малон и Зара Вайбран Ситис было 8 ароматов. По-моему, потом еще добавились города, либо я что-то путаю. Но у меня есть как раз 8, еще 3 осталось. Это 3 неплохих аромата, но в принципе в пятерку они в мою не вошли. Дубай, Венеция и еще какой-то город, даже вообще забыла про что он был. Ну, в общем, такой вот был мой Парфчарт, посвященный путешествиям по разным городам вместе с Зарой и Джо Малон. Если вы знакомы с этой линейкой, а я уверена, что вы знакомы, если у вас в городах была представлена или сейчас представлена Зара магазины, то пишите, пожалуйста, о ваших воспоминаниях или впечатлениях об этих парфюмах. Напишите, пожалуйста, мне тоже будет интересно узнать, какие у вас самые любимые ароматы из этой линейки. Может быть, что-то стоит на ваших полках. Как вы поняли по моему чарту, на полку бы я себе точно поставила этот прекрасный мандарин с кардамоном, креативный Шанхай. Ну, а мне пора собирать чемоданы и прощаться с вами, отправляться, пусть в иллюзорные или фантазийные путешествия. Так тоже можно делать, можно делать внутренние перелеты из страны в страну или из комнаты в комнату, как хотите. На самом деле, можно путешествовать и по своему собственному городу. Не забывайте, что у вас города, они маленькие или большие, столицы или провинции, неважно, они вами исхожены не до конца. Ходите в музеи, путешествуйте по своим же ботаническим садам или просто по старым улочкам. Вернитесь в улицы своего детства, если это родной город, в котором вы родились и до сих пор там живете. Всегда можно открыть что-то новое и найти себе невероятное приключение каждый день. А с вами была я, Сашка-легушка-путешественница. Увидимся совсем скоро. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»